Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. Музеи КФУ присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». В КФУ прошла серия мастер-класса для школьных учителей. В Институте управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состояло заседание итоговой коллегии Министерства экономики Республики Татарстан на тему «Итоги работы за 2019 год и задачи на 2020-й» с участием президента Республики Татарстан Рустама Мениханова. В преддверии заседания президент Рустама Мениханов, министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гавуров и другие официальные лица ознакомились с выставочной экспозицией, подготовленной выпускниками проекта «Фабрика предпринимательства». С основным докладом в ходе коллегии выступил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев. В заключительном слове Рустам Мениханов отметил, что наряду с позитивными примерами, которые были озвучены министром экономики, в республике есть над чем работать. А что еще интересного произошло в Казанском федеральном университете, вы узнаете, посмотрев наш обзор. В День российской науки в Академии наук Республики Татарстан прошло торжественное собрание. На открытии выступил президент Академии наук РТ Мексюм Салахов. Он поздравил ученых с профессиональным праздником. В своем докладе он рассказал о важнейших мировых научных достижениях и открытиях за последние 20 лет. Также на торжественном собрании выступил Ильшат Кафоров с пожеланиями и рекомендациями. В завершении собрания были вручены дипломы вновь избранным членам Академии наук РТ и награждены лауреаты различных премий. 8 февраля в Болгарской Исламской Академии состояло заседание Попечительского совета Академии. Заседание возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Также участниками заседания стали президент Республики Татарстан Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. На заседании обсудили важнейшие вопросы преподавания ислама. Сергей Кириенко заявил, что Болгарская Исламская Академия должна стать лучшим богословским учреждением. В ближайшем будущем планируется создание кафедр религиозных и общегуманитарных дисциплин, Центра непрерывного образования, Медросе-интерната, Всероссийской библиотеки ислама, Научно-методического центра развития исламского образования и информационно-издательского центра. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла передовая группа посольства Швеции в Российской Федерации. Встреча состоялась в преддверии визита посла Швеции в Казанский университет в апреле. Знакомство с Казанским федеральным университетом продолжилось в Музее истории КФУ. Проректор по внешним связям Линар Латыпов провел презентацию университета. Рассказал о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. 7 февраля в Императорском зале Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение государственной стипендии Республики Татарстан. Как всегда, ежегодное награждение стипендиантов проходит в преддверии Дня науки. На церемонии присутствовали не только учащиеся КФУ. Среди гостей были представители и других вузов в Казани. Кроме денежной премии награждали лауреатов и грамотами. 7 февраля в Музее истории Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Палитра нервной ткани». Она посвящена 140-летию со дня рождения Александра Николаевича Миславского, российского и советского ученого в области гистологии и физиологии. На выставке были представлены документы, фотографии и личные вещи Миславского. Вниманию посетителей представили приборы, которыми пользовались гистологи. Также на открытии выставки посетителям продемонстрировали фильм 1940 года с участием самого Миславского. 10 февраля в Центре цифровых образовательных технологий «Эдютэк» Казанского федерального университета прошла серия мастер-классов для учителей дошкольного и общего среднего образования в рамках Зимней педагогической школы. Подробности смотрите далее. Цель Зимней педагогической школы – знакомство учителей с инновационными решениями для проектирования цифровой образовательной среды. В ее рамках преподаватели обсуждают конструирование интерактивных заданий для учащихся с применением цифровых инструментов, использование VR и AR на уроках, участвуют в телемасте с представителями образовательных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга. У нас уже был один мастер-класс, и сегодня они также будут посвящены внедрению в образовательный процесс платформы, то есть как максимально эффективно провести урок с помощью нашего ресурса. Мастер-классы были разделены на шесть секций по разным темам. Только что у нас закончился мастер-класс, учащиеся остались очень довольны, потому что они смогли погрузиться, то есть почувствовать себя сами учениками, узнали новые инструменты, которые с помощью платформы как раз позволяют интегрировать сегодня цифровые технологии в образовательный процесс. Напомним, Центр цифровых образовательных технологий EduTech KFU – ресурсный центр формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Он включает в себя 10 учебных аудиторий и методический кабинет, аудиторий робототехники и современных цифровых образовательных программ, лекторий, кабинет проектирования виртуальных образовательных средств, цифровые лаборатории, проектные аудитории. Центр создан в партнерстве с более чем 20 компаниями, осуществляющими производство и поставку программных и цифровых аппаратных комплексов для образовательных организаций Приволжского федерального округа. Зимняя педагогическая школа проводится впервые у нас в Центре цифровых образовательных технологий. На данном мероприятии представлены решения таких компаний, как УЧИ.ру – это образовательная платформа, компания Smart Technologies – это интерактивные панели, программное обеспечение, это у нас компания Lego Education и Matata Lab для дошкольного образования. Мероприятие, оно включает в себя педагогическое сообщество разных направлений, это и дошкольное образовательное учреждение, и начальная средняя школа. В Казанском федеральном университете прошла просветительская акция «Открытая лабораторная». Смотрим. 8 февраля в Казанском федеральном университете прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки. КФУ присоединился к самой масштабной научно-популярной акции «Открытая лабораторная». Акция прошла в формате 30-минутного теста с последующим разбором всех ответов. Проверить свои знания смогли не только дети, но и их родители. Сегодня мы здесь проводим День науки в КФУ. Это большой праздник, научно-популярное мероприятие, посвященное Дню российской науки. Это мероприятие у нас, конечно, нерегулярное, но мы постараемся его сделать регулярным. У нас, в принципе, где-то каждые три месяца проходят разные научно-популярные мероприятия. Но самое главное, конечно, это наша пронаука, самая масштабная. Сегодня мы здесь меньшим кругом собираемся. Но, думаю, тоже мероприятие интересное, потому что оно и для детей, и для взрослых. Также в рамках Дня науки в КФУ преподаватели Казанского федерального университета и приглашенные спикеры прочитали научно-популярные лекции, такие как профилактика гриппа и новой коронавирусной инфекции. Также прозвучали лекции «Кто съел полиэтилен?» и «Фантастические твари?» и «Где они обитают?» о паразитах. «Когда обожжешься клавилой, надо мазать содой и водой». «А ты до этого не знал?» «Угу, не знал». «Очень много чего узнал». «Мне просто нравится слушать новое что-то интересное про лекции. Еще я хотела участвовать в Олимпиаде, поэтому я вот пришел сюда». 8 февраля в День российской науки музеи Казанского федерального университета присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». Все подробности смотрите далее. Музеи Казанского федерального университета присоединились к всероссийской акции «Университетские музеи детям». В этот день музеи ведущих российских университетов были открыты со специальной программой, которые смогли принять участие дети и их родители. Когда мы проводим такие акции, мы стараемся показать, продемонстрировать людям всю палитру занятий с детьми, которые мы разработали и которые мы реализуем. В рамках акции состоялись тематические экскурсии, игры, музейные занятия, квесты и мастер-классы. В музее и лаборатории имени Заводского прошла тематическая экскурсия «Экспериментатор». В зоологическом музее и гербарии имени Версмана прошла интерактивная экскурсия «Животные большие и маленькие» и мастер-класс «Жители подводного мира». В музее Казанской химической школы прошло семейное занятие «Гори свеча». Посетители узнали про вещества, которые используют для получения свечей, познакомились с их химическим составом и свойствами, а также научились самостоятельно делать свечи. В музее имени Лобачевского прошло занятие «Сила магнетизма». На нем каждый ребенок смог самостоятельно провести физические опыты с магнитом. У нас было занятие под названием «Сила магнетизма», где дети в такой игровой форме, играя с обычными магнитами, с булавками, железками, знакомились с довольно неоднозначной в плане ее изучения. Но тем не менее, очень важная тема, как магнетизм. В заключение акции «Университетские музеи детям» прошел концерт в Музее истории Казанского федерального университета. В нем приняли участие ученики Казанской государственной консерватории. Отметим, что в 2020 году акция «Университетские музеи детям» была поддержана Российским комитетом Международного союза музеев. Благодаря этому акция обрела всероссийский статус, и в ней приняли участие 19 музеев 9 вузов Российской Федерации. Эльвира Зорина, Лев Халиулин, Универньюз. На этом у меня все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok